привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его ведущий олег ну вот сегодня вчера точнее вечером я получил письмо от роберта ну и думаю что по этому письму решил я снять отдельную передачу потому что вопросов возникает много в этом направлении поэтому давайте попробуем прочитать это письмо попробуем прокомментировать его и дадам кое-какие ответы может быть кому-то это будет полезно итак роберт пишет мне добрый день олег посмотрел ваши ролики мне очень понравилось все интересно понятно рассказано решил написать вам свою проблему не зная сталкивались вы с этим или нет но может слышали так вот у меня кобелек той терьера тима ему два года он переросток крупненький больше похож на пинчера примерно в один год я стал замечать что он покусывает свои задние лапки со временем он стал их кусать с агрессии в итоге один раз он прогрыз лапу до крови я обращался в ветклинику мне все твердят что это нервная и гормоны его надо кастировать я так и сделал в итоге прошло два месяца после кастрации ситуации не изменилось недавно он опять прогрыз себе лапу и уже неделю на нее не наступает в врачи конкретно ничего сказать не могут теперь целый день уходит на морднике вот решил к вам обратиться может быть вы что-нибудь подскажете вы сможете что-нибудь подсказать что может что это может быть заранее благодарю с уважением роберт роберт конечно же за такую долгий промежуток времени я уже 20 чем-то лет занимает животными мне приходилось сталкиваться и с такими ситуациями с такими ситуациями тоже врачи вам ничего не могут подсказать потому что врачи это не психологи здесь у вас конкретная психологическая проблема какая-то и значит неоднократно я уже говорил да практически в каждом в каждом ролике говорил что пожалуйста либо но очень подробно описываете ситуацию либо присылайте мне видео что будет гораздо лучше давайте я вам сейчас примерно обрисую как работают зоопсихологи значит происходит это следующим образом делается визит к владельцу собаки для чего делается визит к владельцу собаки визит делается для того чтобы ну не просто понять проблему вы они говорите заранее там по телефону либо вот пишите в таком письме визит делается для того чтобы посмотреть условия содержания собаки визит делается для того чтобы посмотреть в более комфортной обстановке именно для владельца собаки и что немаловажно скорее всего даже наиболее предпочтительно комфортная обстановка именно для собаки то есть как она ведет себя в естественной среде значит вы описали мне проблему то есть собака грызет себе лапу собаки два года в год началась эта проблема здесь вариантов быть могут множество связи с чем это происходит сразу диагноз поставить можно только один что он пол собаки происходит навязчивое это и стереотипное состояние ну можно сейчас вам рассказать как классифицировать эти все состояния навязчивое состояние стереотипный дать определение этому состоянию я не знаю нужно вам при линии нужно вы мне описали саму проблему причины вы мне не описали то есть что мне нужно знать мне нужно как собака себя ведет как она вела из вашего письма я только понял одно, что собака просто грызет себе лапу ей два года, она кастрирована вот единственное, что я понял я не понял, как часто вы гуляете с собакой, гуляете ли вообще у вас, вот вы пишете, что у вас мелкая порода, хоть и переросток значит, ну может быть она у вас находится дома и у нее просто нету выгула, нагрузки никакой нету эмоциональной разгрузки никакой нету, поэтому я выводов никаких не могу сделать давайте с вами сделаем так, пожалуйста при каких обстоятельствах она грызет себе лапу, когда вы находитесь дома, когда нет вас дома мне нужна более детальная, более подробная обстановка всего я вам могу сказать, почему именно сделали вывод значит, ветеринарные врачи, будучи и являясь специалистами просто по анатомии по физиологии, скажем так функционированию, как функционируют органы как построенные органы ну здесь психологическая задача, и вам ветеринарный врач, ну если он достаточно грамотный если он помимо вот анатомических, физиологических как бы знаний, еще обладает знаниями психологии это очень хорошо, но я не думаю, что стоит доверять особо вот ветеринарным врачам постановки психологического какого-то диагноза, Роберт здесь дело не в ветеринарных врачах, здесь нужен вам именно зоопсихолог, ну давайте я попытаюсь вам объяснить вот, то есть вот что касается фобий что касается агрессии что касается вот стереотипного навязчивого состояния здесь самое важное то есть это же вот агрессия есть несколько видов агрессии значит фобий ну несколько видов фобий есть что касается навязчивого состояния о котором вы мне сейчас описываете собачка грызет у вас лапу здесь тоже вариантов достаточно много ну вот смотрите есть стереотипные формы значит нестандартного поведения то бишь как бы навязчивого состояния связанные например с комфортом то есть это гигиена собаки то есть каким образом она грызет у вас лапу я не вижу целиком картинки как это происходит может она начинает зализывать себя да и до такой степени она зализывает себя что ну просто кусает прогрызает себя лапу это как раз вот именно что комфортное состояние нижние конечности они вот именно вот в этом состоянии они бывают прогрызены то есть может быть вот с этим вот это связано дальше может быть иллюзорное поведение собаки я вам сейчас уже классификацию психологических состояний даю попробуйте может быть что-то выберите вы для себя но лучше я вам рекомендую сделайте видео пришлите мне это видео и уже ну у меня достаточный опыт мы с вами вместе уже решим постараемся решить эту проблему иллюзорное поведение это галлюцинации то есть может быть собачке что-то кажется а почему уже это кажется это уже отдельная тема то есть вот вот когда мы определимся то есть сделаем классифицируем отбросим дифференцируем точнее отбросим ненужные вот вот поведенческие моменты у собачки мы можем уже лечить какие-то давать рекомендации для вас именно как владельца собаки чтобы избавиться вот от этого навязчивого состояния дальше стереотипная форма пищевого или питьевого поведения есть Роберт понимаете это уже немножко другая тема скажем так то есть собачка может вот она грызет например какую-то косточку свою какую-то а потом переходит на ногу вы вот опять же мне это не описали я не могу сделать какой-то вывод дальше идем значит локомоторное навязчивое состояние поведения такое локомоторное то есть стереотипное поведение локомоторное это когда собака начинает ну локомоторно то есть бегать там например за своим хвостом да и она зацикливается на этом она может быть вот прыгать на месте ходить из угла в угол то есть вот тоже надо отбросить этот момент если с этим не связано значит это уже немножко другая тема дальше вокализация есть такое понятие вокализация ну от слова вокал да голос то есть ну это уже не ваш конечно случай но вот это тоже одна из форм навязчивого поведения то есть когда собака воет когда собака скулит ну и так далее и вот скорее всего я так думаю что у вас все-таки невротический тип вот невротический тип стереотипного поведения то есть вот именно стереотипного навязчивого состояния связанного с невритами какими-то неврозными именно тип гаишники проехали так ну что можно сказать чем вызваны эти ситуации понимаете тоже это все вот вот все может быть по-разному абсолютно то есть ну давайте предположим что у вас вот невротический тип стереотипного поведения какие могут быть причины а причин вот смотрите есть такое понятие в зоопсихологии ну и в человеческой тоже психологии как депривация депривация это лишение чего-то вот вы сейчас написали мне что значит как бы собачку кастрировали да кастрировали ее в возрасте двухлетнем значит половое созревание а тем более у мелких пород начинается где-то в шестимесячном возрасте то есть собачки начали именно играть гормоны как вы говорите да как врачи вам порекомендовали и значит вот она стала поступать таким образом она выход нашла в том что она грызет себе ногу кусает ее грызет себе ногу и выход вот именно гормональный выплеск врачи предположили что произошел именно из-за того что произошло половое созревание у собаки вы сделали стерилизовали свою собаку в районе двух лет два года это достаточно поздний период я рекомендую всем если человек уже не решил собственно говоря делать из собаки какого-то производителя то есть чтобы ваш если вы хотите чтобы ваш кабель не был производителем то есть получать какую-то коммерческую выгоду от этого то я всем рекомендую стерилизовать это в принципе нормальное явление вы лишаете себя вы лишаете себя многих проблем связанных с половой агрессией с навязчивым поведением с боями уличными всевозможными собака уже меньше реагирует на выделение вот эти когда суки течкуют пометки делают какие-то маркеры собака уже меньше на это реагирует другие кобели ее не воспринимают как противника то есть драк меньше происходит поэтому стерилизация собаки если она не является производителем это положительный момент во всех даже что касается зоопсихологии психологических моментов это очень важно вашу проблему это не решила и не могло собственно говоря решить потому что вы произвели стерилизацию собаки в двухлетнем возрасте два года это уже собака она поняла что это такое то есть у нее всплеск гормонов произошел и она знает о том что вот у нее есть такая функция как производителя это надо было сделать немножко раньше Роберт ну допустим мы отметим вы уже выплесков у нее гормональных нету что же еще какие виды то есть вы провели у нее сейчас вполне возможно может быть депривация именно половая то есть лишение половой из-за этого она производит это дальше я вам расскажу что есть такая сенсорная депривация что такое сенсорная депривация сенсорная депривация вот мы люди мы нуждаемся в каких-то раздражителях постоянных то есть один из видов наказания то есть когда человека заключают в тюрьму это вот лишает его как раз именно сенсорных каких-то ощущений то есть ни телевидения ни общения никакого нету ничего то же самое в принципе происходит с собакой когда собака вот вы не описали где она живет у вас гуляете ли вы или не гуляете вы с собакой если собака у вас живет в квартире вот представьте себе да то есть вот как бы вот этой сенсорной депривации вот у нее она присутствует просто у нее то есть если вы можете включить телевизор поговорить по телефону пойти в гости куда-то сходить то есть набраться вот каких-то вот таких внешних раздражителей да которые помогают вам они будоражат вашу нервную систему то собака она даже на улицу она погулять без вас не может выйти поэтому вот у нее происходит вот эта вот сенсорная депривация она не находит нервная система у нее никакого выхода и вот посредством этого она может как бы вот заняться вот такими вещами как грызть в себе лапу кусать лапу и так далее то есть вот нервная система нашла себе выход вот таким образом если это так если это так то просто вам нужно увеличить нагрузку для собаки вам нужно чаще с ней гулять на улице вам нужно как можно больше разбрасывать ей игрушек пусть это будут кости какие-то пусть собака лучше грызет кости нежели она будет грызть свою лапу таким образом можно решить эту проблему потом вот смотрите хотелось бы мне понять а лучше увидеть потому что ну вы не обладаете Роберт я так понял из вашего письма вот этими психологическими знаниями в области зоопсихологии чтобы сделать какой-то вывод поэтому мне хотелось бы понять как это происходит а лучше всего еще раз повторюсь вам как увидеть увидеть как это происходит то есть сидите вы дома да вот и собака как это начинается вообще как вот происходит она ни с того ни с сего или какой-то есть раздражающий момент после чего она происходит вот это вот вот смотрите когда собачка может быть ей не хватает общения именно с вами может быть она таким образом обращает внимание на себя то есть вы начали кусать она начала себя кусать за лапу И вы обратили, пусть вы даже ругаться начали на собаку Но собака таким образом обращает Она увидела, что вы обратили внимание на нее И она пытается таким образом обратить на себя внимание Вот такое поведение Или некоторые собаки скулить начинают Вот такое поведение вы сами подкрепляете То есть вы начинаете, например, ее наказывать Или, например, делать, я не знаю, что угодно Отвлекать ее каким-то образом Тыкать ее, я не знаю Как вы делаете? Я не вижу, я не могу предположить даже, что происходит у вас Из-за чего у вас это все вызвано Такое поведение, например Моя вам рекомендация Если это происходит именно для того, чтобы собака обратила внимание на себя Вам нужно либо отвлечь ее каким-то образом Начать дрессировку, например Либо, наоборот, не обращать на это внимание Ну, тоже в зависимости от ситуации здесь Просто выйти из комнаты Чтобы собака поняла, что таким образом она внимания на себя не обратит Что вы не отвлечетесь на нее, когда она будет Если собака грызет в вашем отсутствии себе ногу Ну, здесь уже абсолютно другой случай Мне достаточно тяжело вам все это как-то подкорректировать ваше поведение Ну, из-за чего все это происходит, вы примерно понимаете Может быть, произошла какая-то стрессовая ситуация у собаки Ну, какие могут быть стрессовые ситуации Например, какой-то раздражитель на улице Может быть, какой-то громкий звук Может быть, собака там залаяла И в этот момент это все происходит Вполне возможно, что при разлуке с хозяином То есть, вы вот уходите, да, и начинается это поведение Может быть, произошла стрессовая ситуация Связанная в перемене, скажем, доминантной составляющей Вот в вашей стае Ваша семья – это стая То есть, может быть, кто-то стал Был менее доминирующим, да, подходящим над собакой А потом стал более доминирующим Или у вас нервозная какая-то ситуация То есть, должен быть какой-то ключик, какой-то момент Но на данный момент у меня рекомендация, Роберт, к вам простая Увеличите нагрузку на собаку Увеличите нагрузку на собаку Гуляйте с ней больше Пусть она больше получает эмоциональные, скажем так, составляющие со стороны с улицы У нее не остается в связи с тем, что у нее будет нагрузка Она будет меньше уже заниматься вот такими вещами, как грызь себе лапу Потом разложите косточки всевозможные Игрушки всевозможные И если происходит, значит, как бы Именно вот этот процесс при вас То сразу отвлекайте собаку, например, игрушкой какой-то Ну, здесь тоже, понимаете, как бы Надо не перегнуть немножко палку В том плане, что если вы начнете играть с собакой в этот момент То здесь может произойти такое Как собака будет Как ключик, как кнопочка нажимать То есть, она захотела поиграть Она стала кусать себе лапку То есть, здесь вот Чтобы из сложной ситуации перевести Переключайте Но потом немножко уводите в сторону Я вам сейчас общими терминами говорю Только потому, что я не обладаю полной информацией Не могу вам дать конкретных советов Есть еще такое понятие, как Замещающее поведение Вот я вам сейчас описывал это замещающее поведение Попробуйте сыграть на этом И есть еще такая вещь, как Прием такой называется Несовместимое поведение То есть, собака одновременно не может грызть лапу Да, и кусать игрушку Вот Нужно воспользоваться всеми приемами Но на будущее Роберт, если хотите вы Чтобы я дал вам конкретную рекомендацию Именно с вашим той терьерчиком То, пожалуйста, пришлите мне видео Мы продолжим с вами дальнейшие консультации И, ребята, на будущее Всем говорю Если вы хотите, чтобы я решал проблемы Помог вам решить проблемы С поведением С коррекцией поведения Вашей собачки Пожалуйста Присылайте мне видео Будем смотреть Будем смотреть Будем решать Будем находить выход из ситуации Без выходных ситуаций Не бывает, поверьте мне Заслужите доверие Заслужите уважение И у вас все получится И так на Послесловие Послесловие В ознакомительной передаче Я вам рассказывал о том Что я работал В государственной цирковой компании И работал с медведями Вот У нас в медвежатнике, например Для того, чтобы Были эмоциональные Вот не было депривации Эмоциональной У медведей Всегда играла музыка Какая-то То есть радио Играло То есть был раздражитель В виде радио Для того, чтобы Не было эмоциональной Депривации И сенсорной депривации У собачки У медведя Всегда с медведем Гуляли То есть полтора часа В день На каждого медведя Я как ассистент Заводил в вольер Набрасывал игрушек Медведь там играл Вот такое было То есть вот Вот так мы Просто убирали Вот эту вот Сенсорную депривацию Потом Есть такой Заслуженный артист Туркменистана Бешим Пернепейсович Анаев У него номер Замечательный Джигиты У него Есть такой Очень красивый Правда в возрасте уже Конь зовут его Беня Замечательный Конь Но вот у него Вот как раз Что касается Причинения Боли себе У него Была такая Нехорошая черта Такая Плохая привычка Он Когда его Готовили к выходу В манеж Он стоял И кусал себя То есть У него вот Эмоциональный Вот этот вот Выплеск был И он стоял Себя до крови Себя раскусывал А был Он очень красивый Белый Белого окраса Вот Поэтому Ну тут Там решали Эту проблему Когда человек Его стоял Готовил К выходу В манеж То есть Расчесывал Пылесосил Там Одевал Амуницию На него Вот он Себя раскусывал Ну там Решали Все гораздо проще Одевали Не до уздок На это время Пока Беню значит Снаряжают Ну В общем Заслужите доверие Заслужите Уважение И у вас Все получится С вами был канал Я и мой хвост Я его ведущий Олег Удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому